Сальск Сальским городским районным военкоматом, начиная с 23 июня 1941 года, были призваны в ряды Красной Армии 16750 жителей Сальского района. Из них не вернулись с полей сражений 7584 человека. В том числе, пали смертью храбрых на фронтах войны 3319. Умерли от ран в военных госпиталях 324 человека. Пропали без вести 3941. Общие потери сальчан за все 1418 суток Великой Отечественной войны, считая и не вернувшихся с фронта, и не переживших 175 суток гитлерской оккупации Сальского района, составляют 9518 человек. За доблесть и героизм удостоены правительственных наград 7200 сальчан. 8 человек стали героями Советского Союза, трое из них посмертные. Один сальчанин стал участником военного парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Девять земляков принимали участие в историческом параде победы 24 июня 1945 года. В память всем защищавшим земли Сальского района звучит музыкальная композиция Муниципального духового оркестра Дворца культуры Сальского городского поселения. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гитлеровцы разрушили больницу, школы, вокзал, промышленные предприятия Нанесят значительный урон хозяйству города и района Невозможно без боли в сердце перечислить пожелтевшие страницы архивных документов Рассказывающие о бесчинствах оккупантов Суровым выдался январь 1943 года Ночью стояли крепкие морозы, пурга, днем оттепели Но то был счастливый месяц Месяц освобождения от фашистской нечисти В освобождении города Сальска и района принимали участие воины 28-й армии Под командованием генерал-лейтенанта Василия Филипповича Герсименко При активной поддержке левофланковых частей и соединений 51-й армии Корреспондент газеты «Комсомолец» Афанасенко В статье «В огненной Сальской степи» писал Занималось утро 22 января 1943 года Развернутой цепью батальон почти вплотную подошел к балке Расположенной за железнодорожным переездом Шабливка До Сальска рукой подать Над городом нависло черное небо В сумеречной дыбке были видны пылающие дома Слышались орудийные раскаты Но ни упорное сопротивление фашистов Ни непрерывные бомбежки с воздуха Ни тяжелейшие переходы по заснеженным полям Ни капризы погоды Ничто не смогло остановить наступательную силу нашей армии И над городом Сальском 22 января взвился красный флаг И весь район был освобожден Перед глазами освободителей лежала израненная Измученная, политая потом кровью и слезами сальская степь Предлагаем вашему вниманию декламацию стихотворения Константина Симонова Горят города Читает Джанг Хамбетов Морис Горят города По пути этих полчищ Разрушенные села Потоптан рожь И всюду Поспешно и жадно Поволчи Творят эти люди Разбой и грабеж Но разве что люди Никто не поверит при встрече С одетой мундирой зверьем Они едят не как люди Как звери Глотая парную свинину сырьем У них и повадки совсем не людские Скажите Способен ли кто из людей Пытать старика на веревке таская Насиловать мать на глазах у детей Закапывать Жители мирных живыми За то Что обличьем с тобой не одно Нет Врете Чужое присвоили имя Людьми вас никто не считает давно Вы чтите войну И на поприще этом Такими вас знаем Какие вы есть Пристреливать раненых Жечь лазареты До школы бомбить ваших воинов честь Узнали мы вас за короткие сроки И поняли Что вас на битву ведет Холодных Довольных Тупых и жестоких Но смирных и жалких Как время придет И ты Что стоишь без ремня Предо мною Ладонью себя Ударяющей в грудь Сующий мне карточку С сын и женою Ты думаешь я тебе верю? Ничуть Не видится Женщин с ребятами лица Когда вы стреляли На площади в них Их кровь На оборванных Наспех петлицах На потных Холодных Ладонях твоих Покуда ты с теми Кто небо и землю Хотят у нас взять Свободу И честь Покуда ты с ними Ты враг Да здравствует Кара И месть Ты Серый от пепла Сожженных селений Над жизнью Навесивший тень Свои крыл Ты думал что мы Поползем на коленях? Не ужас Ярость Ты в нас пробудил Мы будем вас бить Все сильней Час от часа Штыком и снарядом Ножом и дубьем Мы будем вас бить Глушить вас фугасом Мы рот вам советской землею забьем И пускай До последнего часа расплаты Дня торжества Недалекого дня Мне не дожить Как и многим ребятам Которые были Не хуже меня Я долг свой Всегда по-солдатски приемлем И если уж смерть Выбирать нам, друзья То лучше, чем смерть Зароди мою землю И выбрать нельзя И выбрать Нельзя Тяжелые шли бои В районе Сальска Пролетарска Были задействованы Огромные немецкие силы Несколько дивизий В том числе танковых В помощь танкам Была и естественная преграда Река Маныч Переправы наших войск По ней находились Под постоянным обстрелом Немецкой авиации И артиллерии Наибольшие потери Наши войска Понесли именно на переправе Только одна 78-я стрелковая бригада Которая первой форсировала Маныч За один день боев Потеряла более полутора тысяч человек Большие потери объясняются тем Что вокруг ровная площадка Степь Вторая причина Отсутствие сильного бронетанкового кулака На один наш танк Приходилось 15-20 немецких машин Во всей 28-й армии Была единственная 6-я гвардейская танковая бригада Но когда она с боями подошла к Манычу Исправленными остались Только 12 из 88 танков Во время оккупации Гитлеровцы разрушили и уничтожили больницы Школы, вокзал, промышленные предприятия Взорвали и сожгли 47 общественных зданий Фашисты казнили 3000 человек В том числе стариков и детей Местом казни были карьеры кирпичного завода Где палачи ежедневно расстреливали до 100 человек Война прошлась по Сальской земле Горькая память об этом осталась в книгах Песнях, обелисках, человеческих душах Свято чтят память на Сальской земле о погибших К тому свидетельство 37 памятников и обелисков И воинских захоронений Олицетворяющих честь и славу солдат В исполнении Джармухамбетова Мыльса Прозвучит песня Сибака Ханагяна Возвращайся домой За окном тишина На душе пустота Серые дымки исчезли Родные места Корабли обгоняют чужую волну Командиры уводят солдат на войну Они снова стремятся принять этот бой Битву жизни и смерти Вступая судьбой Но как тени веков Исчезая во мгле Остаются навеки в далекой земле Только матери ждут Только жены не спят Только девочки, дочки У окон стоят И сердца их наполнены Жгучей и тоской И не слышно кричат Возвращайся домой Догорает под звезды По кровам мосты Одеваются в черные краски цветы Кто-то завтра погибнет А труп палача И в квартире напротив Зажжется свеча И польется молитва Спасти захрани И послышатся крики Верни мне, верни Но опять исчезают В туманном плену Командиры уводят Солдат на войну Только матери ждут Только жены не спят Только девочки, дочки У окон стоят И сердца их наполнены Жгучей и тоской И не слышно кричат Возвращайся домой Возвращайся домой Только матери ждут Только жены не спят Только девочки, дочки У окон стоят И сердца их наполнены Жгучей и тоской И не слышно кричат В центре нашего поселка есть памятник Два бойца и скорбящая мать Ежегодно 22 января В день освобождения Сальского района От немецко-фашистских захватчиков Гигантовцы И учащиеся школ Приходят туда поклониться И возложить цветы Мы склоняем головы Перед мужеством советских воинов Которые пали смертью храбрых Освобождают Сальский район от фашистов Подписывайтесь на наш канал